Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Поучение Святаго Яна Закоустова о том, что невозможно работать Богу и Мамоне. Ничто не приводит в такое помешательство рассудок, как привязанность к предметам временным. Зная это, удаляйтесь сколько можно от мира и воздерживайтесь от дел плотских, ибо от них происходит потеря не случайных, а в самых высших благах. Человек, слишком занятый делами настоящей жизни, не может надлежащим образом усвоять предметов небесных, но по необходимости, заботясь о тех, лишается этих. Не можете работать Богу и Мамоне. Лука 16, 13. Последуя одному, по необходимости, надо бы наоставить другого, ибо об этом гласит самый опыт. Те, которые посмеваются над страстью к богатству, те-то наиболее любят Бога, как должно. Напротив, те, которые высоко ценят богатство, как первое благо, слабейшую имеют любовь к Богу. Ибо душа, быв однажды пленена любостяжанием, уже нелегко и неудобно может удерживаться, чтобы не сделать или не сказать чего-либо такого, что прогневляет Бога, так как она делается уже рабой другого господина, и притом такого, который повелевает ей все противное Богу. Итак, вострезвитесь и пробудитесь, и, поразмыслив о том, какого господина мы, рабы, возлюбим того только его власть. Возрыдаем и оплачем прежнее время, в которое мы работали мамоне. Свергнем однажды навсегда его тяжкое и несносное иго, и будем постоянно носить иго Христова, легкое и отрадное. Ибо Христос не повелевает ничего такого, что внушает мамона. Она повелевает быть врагами всем, а Христос напротив всех ласкать и любить. Она, привязав нас к праху и пыли, таково золото, не дает нисколько, даже ночью, вздохнуть свободно. А Христос освобождает нас от этой излишней и неразумной заботы. Повелевает собирать сокровища на небесах, не неправдую в отношении к другим, а собственную правду. Мамона, после стольких трудов и скорбей, не может даже остаться с нами, когда мы там будем терпеть наказание и злострадать за неисполнение ее внушений. Она даже увеличит для нас пламя. А Христос, даже когда повелевает дать ближнему чашу холодной воды, не попустит нас и зато лишится награды и возмездия, но воздаст великую щедростью. Итак, не крайне ли безрассудство пренебрегать столь кротко и столь великими благами изобиливающее владычество и работать властителю неблагодарному и непритязательному, который ни здесь, ни там не может никакой пользы принести последующим и повинующимся ему? Но не то одно худо и не то одно вредно, что он не может избавить преданных казни, а то еще, что он, как сказал я, подвергает бесчисленному множеству зол людей, покоряющихся ему. Ибо весьма многие из тех, которые там будут наказаны, будут терпеть наказание именно за то, что служили деньгам, любили золото и не помечествовали нуждающимся. Чтобы не потерпеть и нам того же, будем расточать сокровища бедным. Освободим свою душу и от здешних зловредных попечений, и от будущих зато уготованных мучений. Приготовим себе оправдание на небесах. Вместо стяжаний земных соберем сокровища неистощимые, сокровища, которые могут сопутствовать нам на небо, могут защитить нас в опасности и умилостивить того судью. Да будет же ко всем нам его благоволение, и ныне, и в тот день, и да насладимся с великим дерзновением благ, какие уготованы нам на небесах. По благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу вместе со Святым Духом слава ныне и присно и во веки веков. Аминь.